У каждого крупного и довольно сложного интернет-портала есть свои ресурсы, призванные облегчить работу пользователей и ответить на их вопросы. Система WebMoney Transfer не исключение, и у нее есть несколько таких ресурсов. Откроем главную страницу сайта webmoney.ru. Нажмем на ссылку «Подробнее о системе». Мы попадаем в справочную зону сайта, где можем прочитать статьи, разбитые по категориям. Если нужна информация по конкретной теме, мы можем обратиться к вики-энциклопедии. Здесь переведены ответы на часто задаваемые вопросы по системе WebMoney Transfer. Если среди них нет нужной вам информации, введите в поисковое поле свой запрос. Откроется новая страница со всеми справочными статьями, в которых упоминается ваш запрос. Также вы можете обратиться за помощью к виртуальному консультанту. Он отвечает очень лаконично, но дает ссылки на подробные статьи по теме вашего запроса. Это очень удобно, если у вас нет времени искать нужную информацию среди списка выданных поисковой системой статей. Например, если нужно узнать значение какого-то термина. Следующий вспомогательный ресурс – это форум, доступ к которому вы можете получить из того же бокового меню. Как обычно, посты форума распределены по темам. Удобство форума в том, что здесь вы можете задать вопросы по конкретной проблеме, которая возникла именно у вас, и сравнительно быстро получить ответ от одного или нескольких участников системы WebMoney Transfer. У вас есть еще одна опция – обратиться непосредственно к службе поддержки системы WebMoney Transfer. Чтобы сделать это, прокрутите страницу вниз и нажмите на эту ссылку. На главной странице сайта службы поддержки переведен список сервисов, по которым вы можете задать свои вопросы. Каждое обращение учитывается и нумеруется. Оповещение об ответе поступает вам на WebMoney Keeper или электронную почту, в зависимости от выбора, сделанного вами при составлении первого обращения. При помощи меню слева вы можете создать новое обращение. Для этого нужно выбрать интересующий вас сервис, по которому у вас возникли вопросы, а также способ оповещения об ответе на ваше обращение. Затем нужно указать тему, собственно, текст обращения, в котором вы описываете суть вопроса, прикрепить к обращению файл, например, скриншот ошибки, и указать свой электронный почтовый адрес. При помощи ссылки «Мои обращения» вы получаете доступ ко всей истории вашей переписки со службой поддержки. Предварительно необходимо войти в систему. Ссылка «Архив обращений» покажет вам ваше устаревшее обращение в службу поддержки. На этом изучение работы с электронной платежной системой WebMoney Transfer можно считать оконченным.